Преподаем литературу в школе Нахаска, собственно, предварительно как раз на подавителе литературы школы Нахаска. Я Светлана, это Игорь тоже дает литературу, это Саша, ученица. И одно время мы решили состыковать наши программы по литературе и делать такие общешкольные уроки вообще наша школа она славится своими погружениями межпредметных. У нас в какой-то момент была такая активная деятельность каждой литературы и мы решили сделать общие общешкольные уроки и поскольку все заметили, что юбилейный год 100 лет революции теперь историки нам рассказали, что это считается одна великой революцией, когда мы изучали это было три революции, то есть была революция 905 года и две революции 17-го года. Теперь, говорят, в исторической науке считается, что это одна великая революция, которая собственно происходила с 905 по 17-й, но в любом случае 100 лет и мы думали, делать ли нам историческое погружение посвященной революцией или культурное погружение, посвященное событиям Серебряного века и решили совместить, решили сделать литературно-историческое погружение, которое так и назвать революцию и Серебряный века, потому что трудно отдавать одно от другого, революция, естественно, влияла на литературное событие и наоборот. Поэтому мы сделали некоторое количество событий, связанных с этим. Таня нам очень сильно помогла, она организовала литературный квест, который прошел в стенах нашей школы, в Кусевом и Серебряном веке. Он прошел успешно, мы вдохновились. И поскольку у нас уже проходили разнообразные революции, посвященные литературным квестам, мы решили создавать любую игру, посвященную коллекцию, чтобы мы подробно о ней расскажем. Да, ну прежде чем я хочу еще, хочу привезти к Сашу, просто отреставься. Саша, представители, я не понимаю. Ты можешь сказать, что ты, например, по какой-нибудь классе школьной АСК, и можешь что-нибудь рассказать о школе ворословке, что люди ничего не знают? Я в седьмом классе. Я не знаю, что рассказать о школе, давайте бы лучше. Да, я, конечно же, скажу, ничего не хочешь рассказывать. Школа необычная, можно так сказать. А чем она необычная, кстати, сказать? Тем, что там, во-первых, локи бывают сдвоенные, бывают поэты, то есть недавно был поэт по литературе, у нас была журналистика, в принципе. То есть как-то вы совместили же в журналистику литературу? Или как? Ну это был поэт, просто вот он был во время локов литературы. Мы писали статьи. Статьи о литературе? Нет, просто статьи. Просто статьи, то есть это как бы часть литературы, собственно говоря. Ну в общем, да, наверное, забывают уже некоторые журналисты. Ну, это здорово. То есть у вас такая живая школа? Ну, можно и так сказать. Вопросы мои не случайны, потому что у меня старше мы будем 9 лет, и мы тут все время находимся в поисках школы, допустим, которая нам, скажем, будет милее, чем та, в которой мы находимся. Поэтому вопросы всегда живые. Хорошо. Меня зовут Игорь Валерьевич. Для друзей, потому что в нашей школе неформальные отношения в коллективе, то есть весь коллектив, это около 30, ну со взрослыми, там может быть 40 человек, и это то же самое количество, что сельская школа, в которой я начинал свою педагогическую деятельность, потому что я из Москвы уехал, в Ярославскую область, там работал в сельской школе, пока ее не закрыли. И вот этот такой коллектив, когда во всей школе 40 человек, он создает не отдельные какие-то классы, да, а вся школа и дети, и взрослые являются одним большим коллективом. И, ну, понятно, что в сельской школе там все довольно традиционно, а у нас дети называют учителей неформально, но ты можно по имени, без отчеств, и поэтому я говорю всегда для друзей Игоря Валерьевича, и некоторые, особенно в старших классах, люди дорастают, когда они говорят, Игорь Валерьевич, а так, Игорь. И школа называется школа Нахарской, она на самом деле была Нахарской, она переехала на Таганскую, ну, то есть, недалеко от метро Таганской. Недалеко мы живем. Да, ну, вот там прям 4 минуты пешком там, ну, там 7 минут там только ходит. Вот, и это средняя школа. Есть родственная школа «Перспектива», она младшая, но мы, наш коллектив именно средняя школа, то есть с 4-5 класса и до... Это мы наши темы. Младшая школа находится, к сожалению, на Козападе, ну, то есть для них это хорошо и приятно, у них места побольше, вот, но нам до них далеко. Мы поделаем какие-то совместные вещи, но, к сожалению, не так часто, как ходят. И есть, ну, и старшая школа, то есть есть 10-11 класса, то есть получается средняя и старшая школа. Вот, это я в костюме Державина. Может быть, лет назад немножко, когда сейчас есть пилицейская? Да, я сейчас расскажу, вообще, ну, надо сделать несколько предысторий. Ну, мы сейчас начали с предысторией о школе. Она создана более 20 лет назад, вот эта школа, и имеет такую большую историю. Я, как молодость, кстати, достал только часть этой истории, но это всегда была школа, где педагоги-инноваторы пробовали полеживые подходы и к образовательному процессу, и к созданию коллектива. И это было всегда очень важно. А ролевые игры, то, о чем мы сегодня говорим, удачно совмещают, на мой взгляд, и подвижки в образовательном процессе, в первую очередь, мотивация учебы, чувство истории, чувство культуры, а также очень сильно влияют на формирование коллектива и на развитие личности. И вторая предыстория, которую нужно сделать, это именно предыстория о том, что такое ролевые игры. Большие ролевые игры, мы сейчас будем говорить о них, то есть есть они разные, есть то, что называется кабинетные ролевые игры, на несколько часов, может быть, какая-то словесная ролевая игра, может быть, компьютерная ролевая игра. Мы говорим про большие живые ролевые игры, когда на несколько дней участники игры переносятся в какую-то, ну, может быть, другую эпоху. Это может быть также мир какой-то книги. Ну, или в последние годы люди устраивают игры. Ролевые игры живые по компьютерным играм. В общем, любой замысел по фильмам можно сделать. Но изначально это, конечно, игры, и все более-менее слышали про движение, так называемых, толкинистов, когда люди с мечами изображают книги толкинов. Но это только такая верхушка айсберга, самая популярная. На самом деле, за последние 20 тоже лет, начиная еще в поздние годы Советского Союза, движение ролевых игр было очень большое, масса молодых людей в нем участвовало, и вкладывало туда творческие силы. Это было на энтузиазме многие-многие годы. И в какой-то момент стал приносить кому-то там прибыль, кто-то связался с ним на свою деятельность, но все равно в основном это взрослые люди, которые играют в игры. И там они встречают себе пару, потом приезжают с детьми, и это такие целые могут быть даже поколения. И так получилось, что и в нашей школе тоже часть коллектива, несколько, по крайней мере, человек, имели опыт таких ролевых игр в юности. То есть мой опыт, он проходил в юности, когда-то давно достаточно. Ну, у кого-то более свежий, кто-то моложе меня и лучше это помнит. Но так или иначе у нас такой опыт был, и в этом движении живых ролевых игр очень много было наработок. Понятно, что это были не наработки для детей, но это все-таки были методические наработки о том, как вообще можно погрузить людей от 30 до 3000 человек, потому что такие игры тоже бывали, там, на тысячи человек, в другую реальность, и за 4 дня, например, отыграть 4 года действия какой-нибудь книги или каких-то исторических событий, потому что ролевые игры проходят по французской революции, по русской революции, по любым интересным каким-то историческим событиям, по там, дюма, по художественным произведениям, по каким-то реальным историям. И в школе Нахарской игры вообще применялись очень давно и всегда, и это, ну, одна из основных таких направлений школы в том смысле, в том смысле, что в основном мы все-таки осваиваем программу как-то более традиционно, ну, занимаемся, изучаем какие-то вещи, выполняем задания. Но игра эта всегда была отличительной чертой, по-моему, Нахарской. Ну, вот, получается, два года назад мы начали создавать большие культурно-исторические революции игры этим молодым коллективом педагогов это вот, возможно, открытие или закрытие игры лицей. И это была первая большая ролевая игра, она происходила в холодное время года, в стенах школы, это вот как раз школа Нахарской, которая еще не переехала на Таганскую, мы не так давно переехали, и там два этажа, несколько помещений, соответственно, около 30 ребят, и на три дня мы переместились в 19-го века, начало 19-го века. Поскольку у нас и мальчики, и девочки, и мы решили отыгрывать лицей, поскольку мы отдельно сделали учреждение образовательное для девочек, это был Смольный Институт благородных девиц, и мы разделили помещения школы так, что Смольный помещался в одном месте, лицей в другом, и мы их разносили по времени, так что, хотя они в одном и том же месте что-то иногда могут делать, например, заниматься танцами, или есть, но они делают в разное время, то есть для наших школьников это экстремальный такой эксперимент, то есть мы играем в учебное заведение, играет в учебное заведение, и люди занимаются отдельно, мальчики могут попасть в карцер, если что-то, мальчики ходят все в таком, ну, с нашей точки зрения при параде, потому что у всех какие-то мундиры, пуговицы, как на лицейских рисунках, когда мы изображаем, ну, собственно, здесь видно вот слева, да, там мальчик, да, вот эти красные пятнички, то есть это там вместе с родителями, кто как, и, кстати, часть детей приезжала из других мест специально, чтобы поучаствовать в ролевой игре, которая не из нашей школы, и, да, мы вы видите тоже, соответственно, вы можете себе представить современных девочек, как они ходят, так это, как они ходят обычно, и для некоторых был настоящий шок, три дня ходить в платье, это было что-то невообразимое, и... Многим понравилось. Да. Ну, в смысле, девочки, которые никогда категорически не носили платья и юбки, теперь иногда меняют имидж и приходят к этих интересных налет стали и это вот во многом воспитательная такая магия, настоящее чудо игры, потому что если кто-нибудь наших детей захотел бы одеть в платье или какие-то мундиры однообразные, сказать им обращаться друг к другу вежливо и на вы, есть... Почта, кстати, на них почта была важная часть Да, про почту я еще отдельно расскажу. Да, я хотел сейчас показать, как мы ели. А, ну вот, осталась столовая. То есть мы неформальная школа и обычно у нас нет белых скатерти, нету полного накрытого стола с приборами и даже если бы было, то всем детям было бы это странно, потому что это как-то очень слишком четко упорядочно на время лицея все совершенно безропотно живут этой жизнью, потому что все понимают, что мы живем в начале девятнадцатого века и да, объясняли перед игрой, что это некоторое культурологическое погружение, воспринимайте это как путешествие во времени. Да, перед обедом читают даже молитву и приходит батюшка, это тоже одливая игра, то есть мы тут ни в какой мере никогда не пытались как-то ну прям серьезно изобразить религиозную жизнь, но в качестве культурного погружения это было очень важно, людям дать почувствовать, как вообще жили тогда, и людям становится понятнее, многое очень про эти эпохи. И соответственно, когда учебное учреждение играет в жизнеучебное учреждение, это позволяет в рамках игры вставлять занятия, в чем часть занятий была посвящена и тем, чем они действительно занимаются, если так, то есть русский язык подавали там, понятное дело, он, конечно, изменился, но не так сильно, а и какие-то вещи географии, то есть какие-то вещи вполне ложились в программу, а какие-то вещи, типа, история дома романовых, которые так подробно с ней изучаются, или фехтование, бальные танцы, это было, конечно, нововведение для всех. И игра, в чем ее и сложность, и красота, состоит в том, что не может быть сценария, то есть да, у учебного учреждения есть сценарий, некоторые, в смысле, расписание учебного учреждения, и у нас взрослые исполняли тоже какие-то роли, то есть у каждого человека, участвующего в игре есть ролик, например, вот этот почтальон, и почта работала, я считаю, очень хорошая была находка, мы подключили родителей к игре, таким образом, что любой ребенок мог написать письмо родителям, причем он желательно указывал имена не своих родителей, а родителей персонажей, который играет, поскольку у нас у каждого персонажа есть биография, и это очень важно для большой ролевой игры, нужно понимать кто ты, невозможно просто играть три дня непонятно во что, надо понять кто ты, и у нас был Пушкин, Пущин, Кихельбекер, у них у всех были свои индивидуальные задачи, они изучили биографии своих героев, кто как мог, кто-то больше, кто-то меньше, играли в образ, и у девочек тоже были биографии, которые были найдены, там, они выбирали, и, соответственно, их родители должны были отвечать в том же духе, и у нас были прекрасные экземпляры писем от родителей, которые говорили, что вот мы находимся там сейчас во Франции, что мы тебе там передаем привет, там, то есть они тоже изучали биографию, и они как бы мешали какое-то свое реальное чувство родительское вот с этим игровым, вымышленным миром, и почта работала и внутри, то есть как лицейсты могли со Смоляночком общаться, например, через письма, и, конечно, мы пересекали эти два мира, потому что и так и могло случиться, на самом деле, что Смоляночки могли приехать на экзамен на лицей, или на айс-трей, могли встретиться на балу, и все это проехало. Некоторые Смоляночки не тайно-глуб, что? Не одевались, что ли? Так. Смировались. Вау, да. Вот. Проалиции... А, вот, да. Это наша Рокчей. Как раз, да. Так вот, я говорил, что да, у учебного заведения есть расписание уроков, но это не то, что называется игру еще. Это Рокчей. Да, это Рокчей. А, помимо этого, у мастеров игры, конечно, есть сценарий некоторый исторический, то есть мы за день проживаем, там проживали по два года, кажется. Всего же шесть лет они учились, и получается, что за три дня мы проживали шесть лет. В эти шесть лет в какой-то момент появлялись газеты с объявлением, что они назвали нас Наполеоном, а вечером в лицей приходят гусары развязанные, перед тройным нас в фронт, общаются с лицеистами, кто-то пытается с ними, значит, отправиться, они его как бы берут, но потом посылают обратно в лицей. У кого-то была задача попасть на фронт, чтобы как-то поучаствовать в войне из-за терапевтических чувств, но его, конечно, нельзя. На открытие лицея приезжал император, в конце игры тоже должен был приехать император, но так получилось, что лицеисты за эти шесть лет стали гораздо радикальнее у нас, чем их исторические предшественники и стали уже в полицею развешивать какие-то анонимные изображения императора с какими-то угрозами, и он не приехал. Император, на самом деле... Корф стрелял в Ракчеева в итоге, да? Да, в итоге, да. Это у меня вопрос такой. Лицеисты даже готовили покушение. То есть, здесь что, мы берем большой исторический мир, в котором происходит какие-то события, которые заданы нам истории, и мы его даем. Да, мы не можем из лицей отменить войну или еще что-нибудь сделать. И люди узнавали о том, что происходит из газет, из новостей. К ним приходили разные исторические личности, общались с ребятами. Но, помимо этого, есть маленький мир внутри, где игра предполагает свободу игрока. И ты, естественно, исполняя роль Пушкина, ты не должен делать все, что делал Пушкин, да это и невозможно. Да, то есть, ты по-своему ее интерпретируешь. И, ну, вот у нас допущен стал довольно радикально быстро. Не дожидаясь декабрьского восстания, он уже решил действовать. И это хорошо, в этом смысле это настоящая игра. И там были дуэли у нас, из дуэли отправлялись в карцер, и мы выходили играть в футбол, и там кричали на бегодня с кожаным мячом. Слово футбола еще не было, но поскольку у лицистов была бегодня с мячом. Да, и да, вот на обычной, в принципе, московской городской площадке у нас нет своего зала спортивного. Мы просто на улице играем в футбол, и там можно было слышать господин Пущин, пас! И они вот так общались. Вот. Соответственно, были и бал, и да, вот Рокчеев. Вот это все как бы события, к которым готовились, естественно, и костюмы, и изучение. Смотрели мы фильмы, в том числе довольно популярные типа 18-14, да, называется? Вот, где какие-то эпизоды как раз как лицейсты могли встретить Рокчеева, чтобы люди почувствовали его. Вот. Это, наверное, про лицей. Да, это про лицей. Да? Переходим к Серебряному веку. Ну, вот у меня вопрос все-таки вот насчет того, что Корф стрелял в Рокчеева, да, это какой-то ну такой ну... важно, что после игры большой всегда происходит рефлексия, да, то есть мы все это с ребятами обсуждаем и обговариваем, что могло, собственно, случиться, а что не могло, либо по историческим каким-то канонам, либо по психологическим особенностям того или иного персонажа, да, тут важно еще, то есть рефлексия это очень важная часть игры, то, что происходит потом, когда все уже вышли из роли, это тоже как-то обставленный выход из роли, то есть уже все, как бы все снимают с себя роль, становятся собой, и тогда на эту роль уже можно посмотреть с дистанцией некоторой, и посмотреть, где ты сыграл именно исторического персонажа, а где ты уже допустил какую-то произвольную интерпретацию, вот, и это тоже очень полезно с точки зрения мастера, да, то есть это должно быть степень свободы, да, она же должна быть заложена изначально, когда ты планируешь игру, да, наверное, вот как выбирается эта грань, где, грань допустимого, да, допустимой свободы. Ну, давайте вот мы разберем это как раз на примере нашей второй большой игры, да, как уже... Там, кстати, да, там есть примеры, которые на этот вопрос очень... Снежка была столетия революции, ну, февральско-октябрь и в связи с этим много было разных вещей, то есть, допустим, в интернете проект 1917, где публиковались каждый день, как будто в реальном времени, только сто лет назад. До сих пор. Зыбик, по-моему. И сейчас идет. Да, продолжается. Да, да, и до сих пор там, то есть, как будто бы люди в то время, вели блог. И мы, поскольку, ну, то есть раз в год у нас такие большие были ролевые игры, то есть, вот, лицей был в прошлом году и в 17-м году мы сделали Серебряный век и революция, смешав две вещи, то есть, собственно, и лицей был культурно-исторический и во многом литературный, поскольку мы говорим про выпуск Пушкина игрой, и Серебряный век и революция это тоже культурно-историческая и во многом про литературу игра, поскольку мы очень много именно литературы вкладывали туда, хотя, безусловно, и изобразительные искусства тоже были представлены. Вот, это очень важный период нашей истории и нам важно было передать его детям во всей целостности, потому что, собственно, Серебряный век и революция в основном изучаются на разных предметах и совершенно непонятно, как культурный контекст и исторические события взаимосвязаны. Да, и вот здесь в одном поле, собственно, вы видите, что это буквально в смысле поле, то есть, эта игра уже была выездная, где многое нужно достраивать в своем воображении, то есть, игра это не парад, здесь важно, что и дети, и взрослые имеют способность воображать, они, как бы, и предметы, и люди изображают что-то, они, ну, как бы, предметы могут изображать, например, ружье, или посох, или еще что-нибудь, хотя это то же самое, палка, да, или человек может изображать, ну, вот, здесь вот, справа, рекрутер, а эмиссия новобранц, началась первая мировая, у некоторых не очень счастливые лица, они сейчас пойдут в лес, собственно, а там кто-то выживет, а кто-то нет в результате военных действий, которые как-то там отыгрывались, вот, и здесь перед нами стоял как раз тот вопрос, который задан был, есть, ну, исторические события, на которые игроки не могут повлиять, иначе мы спутаем все, и какое-нибудь странное представление об истории, но при этом есть игроки, которым нужно дать свободу, иначе не будет игры, потому что игра это тогда, когда ты принимаешь участие в событии, ты принимаешь решение, несешь ответственность, видишь, что происходит, ты можешь там предать, ты можешь пойти на жертву, ты можешь попытаться разбогатеть, ты можешь сделать то, что вот, ну, отчасти, конечно, мастера задают цель игрокам, потому что, когда ты получаешь свою биографию, точнее, сначала игроки говорят, кем они хотели бы быть, например, я хочу быть дворянином, или я хочу работать на фабрике, я хочу быть революционером, я хочу быть поэтом, или художником, а прислушиваясь к их желаниям, мастера это огромная часть работы, конечно, прописывают каждому роль, в смысле, не сценарий, а, ну, биографию на полстраничке, и задачи, и задачи, они перекрещиваются между разными персонажами, то есть, например, там, дворянская семья владеет какой-то фабрикой, но распоряжаются и предприниматели, ну, потому что нанятые, поскольку они сами, эти дворянки, ничего не соображают в бизнесе, и там, какая-то коллизия сразу закладывается мастерами, да, параллельно с этим, там, есть какая-то обедневшая дворянская семья, есть там рабочие, и агитаторы, которые приходят к этим рабочим, агитируют. Скажи, почему мы выбрали местом действия город Н, а не Москву или Петербург, как раз, чтобы... Да, я все время отступаю, но я все еще отвечаю на вопрос. Значит, как же совместить, ну, историческую реальность с свободным выбором игроков? Мы решили, что мы играем не Петербург, и не Москву, где исторические, ну, как бы, события уже точно определены были, как вот все происходило, да, мы играем город Н, город Н, это такое классическое гуглевское место действия, какое-то абстрактное место, откуда, куда, там, сколько там, верст, ни скачи, не доедешь, до любого государства, и в этом городе, поскольку мы точно не знаем, где он расположен, на самом деле, может произойти все, что угодно, в результате революции, могут быть революционные силы взять вверх, могут контрреволюционные силы взять вверх, может еще что-то происходить, все политические силы представлены в нашем городе, а дальше глобальные исторические события заданы, то есть, в нужное время, как день тоже у нас, получается, там, за год, например, или за два года, и приходит известие, там, царь отрекся, например, и все это узнают, на это игроки не могут повлиять, но это влияет на ход игры, но как именно воспринимать эти действия, когда именно большевики попытаются, там, рабочих поднять в своем городе, например, и что из этого получится, игра полностью решается во время игры. Это вполне исторично, потому что не было такого, чтобы большевики победили одновременно во всех городах, конечно, куда-то революция шла, десятилетиями. И, да, это вот, наверное, более-менее общая фотография, участник твоей игры. Как же Серебряный век умещался, наверное, в истории, надо понять. Мы смотрели вообще на биографию писателей, поэтов, кто когда мог путешествовать по России. Мы смотрели, что там Маяковский как бы ездил, когда там, кто из политических деятелей мог уехать, еще что-то. Вот наши одни из лидеров. Это Даня, который играет одного лидера кадетов в нашем городе, городке, и жандарм. Лицейский этот самый победитель. Жандарм, да, он не менял. Ну, собственно, он вполне и сумочка не даст, там проглядывает. И жандарм вообще такой, он хорошо справился с ролью жандарма, он конфисковывал там у поэтов абсент, который был отыгран тархуном. И всегда бутылочку припратил для себя и говорил, что нашел только две. А Даня, как лидер кадетской партии, развел мощную антикоррупционную кампанию. Хотя они просто стоят рядом, но отношения между ними очень напряженные. И сзади вы видите дворянок, которые там дворянок не только дворянок, а дворянок и дворянок. Мещанок только. Ага, Саша, как представитель именно этого сословия, она абсолютно права, потому что это мещанки, дворяне, во-первых, более роскошно. В основном это авангардные дворянки. Это жандармирия. А, да. Конечно, маленькие играли, ну, очень им удобно и легко играть в войну. Они это понимают и для них это важно. Они очень легко понимают там красные-белые, большевики, анархисты, как-то делятся стороны и главное, что развиваются какие-то события. стороны, тереть. Вот. Ну, да, то есть для них это не наделено каким-то большим глубоким смыслом, а старшие уже играют действительно в сложную социальную игру. Они отыгрывают свой образ как актеры, которые все время импровизируют без сценария. И, ну, это так и задумывается, да, то есть у старших ключевые посты, то есть они руководители партии, они администрация города, а младшие у них, как бы, находятся часто в подчинении, ну, и это тоже для них естественно. А взрослые люди, наоборот, не занимают ключевых постов на игре, иначе бы это была взрослая игра, потому что взрослые, они очень легко забирают инициативу в свои руки, а дети очень легко им отдают. А нам важно развивать самостоятельность инициативу детей, поскольку, поэтому мы отдаем им ключевые роли и мэры и все такое. Взрослые же появляются в эпизодических ролях. То есть... Можно еще покажи еще пока я? Да, ну вот, антикоррупционные... Я писала плакатик. Да. Засвечено, но видно, что этот плакат, который держит Лиза, посвящен тому, чтобы женщинам дали право голоса. То есть, вот они вместе там идут на голосование. Тут надо сказать сразу, что мы не учим этому детей. В этом смысле это то, что они говорят сами, выбирая свою роль и вкладывая какие-то свои вещи. И понятно, что антикоррупционная компания, но она, она с одной стороны, она исторична, в смысле, кадеты очень были близки этой позиции. Но этот так не выглядел, И как бы и называлось, но вот Даня интерпретировался так. Ну, на самом деле, вот, картина, которую держит Даня, появилась на выставке авангардных художников. Это была карикатура на жандарма. Вот. И жандарм пришел, и, в общем, был большой скандал. Картину сняли, выставку чуть не закрыли, но потом... Я такого-таки не закрывала. не без влияния Мунина, который там случайно приезжал, и все-таки заступился за авангардных художников. Хотя он против, конечно, всего гардизма, но все равно. И все-таки, в конце, на самом деле, да, вот этот плакат отдельно. А вот это... Наш большевик совершенно чудесный. Ой, 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 ой. Причем... Прекрасный большевик. Да. Причем... Большевик был. Да, он не из нашей школы. То есть это... Один из тех ребят... Большевик не из нашей школы. Он... Один из тех ребят, которые приехали на игру, именно специально. Это поселение. Да. И он держал целую линию. То есть он действительно был лидером большевиков. И это была тяжелая вещь. То есть они на начале игры были как бы без ничего, и не организованы. К концу игры они действительно изобразили там восстание, которое просто было подавлено. Но они очень старались. И там ему пришлось испытать и тюрьмы, и какие-то гонения. Вот. Ну, как-то... Очень страшно. Вы все эти победили? Нет. На этот раз нет, да? В Горде Энке победили большевики. Там была реставрация. Нет. На самом деле... В Горде Энке есть будущее. Там... Убедили силы близкие к Черносудину. Ого! Да, но я бы сказал, что они все-таки... Не сказать, что они... Ну, обязательно такие сильно белые. В том смысле, что они исполняли приказ государя о проведении честных выборов. И игра закончилась... А государь же отрекся. Нет. Ну, в отречении было сказано о учредительном собрании. Политический строй, который... А, то есть они это выполнили, честно. Да. Который образовался, был назван народом жандармиризмом. То есть, в общем... Вредь, да. Жандарм победил жандармиризм. И выборы происходили так. Тут главный жандарм сказал, мы... Значит так. Мы голосуем за такого-то. Все, значит, жандармы взяли под козырек и пошли голосовать. Дворянки тоже послушали жандармов. В общем, примерно так происходили. А все остальные голосовали, как хотели. Но вот, поскольку... Они, в принципе, голосовали, как хотели. мы их на то время после революции. Да, видим, видим. Вернулась? Так, так, сейчас я сейчас. Меньшевики, меньшевики, а союзный русского народа, да. Несколько раз. Это и окончательная карта общественного. Был специальный мастер, который отвечал за наглядность. Наша задача была перевести эту борьбу от примитивного там взять, пострелять, стукнуть и так далее в область именно идейную и в область культуры и искусства. И мы объявили всем политическим партиям, что... Да, союз русского народа как-то тут... Вот, ну нет, ну тут все... Мы видим, что и кадеты, и большевики они очень старались, они реально боролись за общественное влияние. А как можно было эти очки получить? То есть, на самом деле, это просто некоторый стенд, он в ее части непосредственно не принимает, но подойдя к нему, силы понимали, какая сейчас расстановка сил общественного мнения. Если не достигнут, например, определенного уровня, то невозможно поднять восстание. То есть, это менялась картина? Это картина живая, она менялась по ходу игры. И вот мы видим, что в начале игры расстановка сил некоторая была, а потом добавлялись. То октябристы что-то активно делали, то вот Толстой приехал в город, и идея ненасилия тут мы видим беленьким. А в каком же году Толстой приехал в город этот? Ну, вот, пришел ты в школу. пришел. Просто вышел и пошел. Мы начали игру в девятьсот... Ты примерно со станции осталось? В пятом. Ну вот по дороге. А, все, подниму. Тогда, да. Тогда, да. У него был шанс в последний город. Это буквально был тот старец с посохом, который вот последний путь пошел уже. Да. По пути. И да, вскоре, как он ушел, то вышла газета с известием, что на станции Остапова Лев Николаевич. А он как-то оказал влияние на какой-то? Да, он оказал влияние. Причем он даже не представлялся... Представители не носили, да, так я понимаю? Партии не носили. Но это не столько партии, это карта общественных идей. То есть, в этом смысле это настроение в городе Н обозначались этой картой. И чтобы повлиять на это настроение, можно было разным способом. Например, если там политическая организация могла устроить митинг, но также могла пройти выставка, чтение стихов и вот там например, приезд Толстого или Маяковского в город Н или выпуск статьи и газеты. Но я вот отдельно про издательство потом расскажу. Там у нас создавал журнал. То есть, игроки, чтобы победить в игре, то есть, чтобы набрать влияние, должны были делать какие-то культурные события. Они создавали, редактировали тексты, рисовали картины, они устраивали события и видели реальные на этой карте отражения своих результатов, которые все мастера собирали. И потом главный мастер изображал успехи игроков. Таким образом, они были мотивированы не просто бороться, заниматься политикой войной, что мальчикам особенно больше всего интересно, но действительно с культурой работы. А вот Союз русского народа, который так много занял, он какие культурные события проводил? Патриотические. Во-первых, они были популярны среди дворян, и бал у них прошел, в плане которым был Бунин. И Бунин, в принципе, тоже, он был скорее на стороне патриотической, контрреволюционной. В данном случае, по крайней мере, его принимали дворяне, и так они все это обставили. И помимо этого, приехала женщина, которая собирала пожертвования на войну, сначала на русско-японскую, потом на Первую мировую. Собственно, были патриотические все мероприятия связаны с войной, и набором, и добровольцами, и помощь ветеранам, и так далее. В связи с падением, в смысле, с отречением от престола, они тоже много событий предприняли, чтобы удержать контроль в городе как-то. И они были события, естественно, не только в виде перестрелок каких-то, которые случались иногда, а потом заканчивались. Все-таки мы делали игру, что стрелять невозможно стоять, общественное волнение заканчивается, не может быть 10 лет общественных волнений. То есть они какое-то время будут, а дальше уже все, оружие перестает работать. И это тоже эгалировалось правилами игры. И нужно было другими способами воздействовать население. Конечно, чтобы держать контроль, мало было кого-то жать в тюрьму с точки джандарма или казаков, а нужно было выступать с речами, организовывать балы, опять же, благотворительные события. Вот. Это администрация города Н. В итоге глава города закончилась самубийством после приезда к нему проверки, потому что не справился с своей ролью. Ну, то есть, в смысле, с ролью он хорошо справился, но его... А как город провожило его в последний путь? Ну, без особых сожалений, тем более, ну, кто как, на самом деле. Нет, он, конечно, был тоже, в первую очередь, вместе с дворянами и в этом смысле рабочие без сожалений у кого, да? Там пролетариатная мастерская, собственно. А, вот, да. Это один из родственных мастеров этот. Поскольку мы проводили это событие сотрудничество с экопоселением Ковчег, где есть свои столярные мастерские, у нас была возможность отыгрывать реальные фабрики, то есть они действительно там работали, используя, ну, довольно простую технику работы по дереву, и там были рабочие смены, и если ты не пошел на работу, у тебя не будет денег, а в столовые надо поесть, для этого нужны деньги. Их не было несложно достать на игре, но все-таки нужно было что-то сделать для этого. Да, выяснили. У нас не все рабочие были революционные, как мы выяснили, у некоторых был экономический квест, как раз заработать как можно больше денег и стать самому владельцем мастерской. Не все хотели делать эволюцию, некоторые хотели сеть. Умно и соню? Пожалуйста. Наши дворянки. Все такие вещи, даже по жизни обеспечения, они включаются в игру, они не исключаются из нее. То есть можно было устроиться, работать в столовую и готовить еду, и была какая-то финансовая схема столовой, столовой получал деньги, платил налоги, и так же Соня была владельцем водовозной компанией, она снабжала всю игру родниковой водой, она слева. И она нанимала себе сотрудников и так далее. Вот эти вещи уже начинаются не только из литературы и истории, но еще из общества знаний, когда мы играем какую-то ситуацию расслоения общественного, экономика, закон, то понятия общественного знания, они приобретают какой-то содержательный, предметный смысл. Потому что когда ты об этом просто читаешь из книг, непонятно, что это такое. Когда ты проиграл хотя бы даже один день, а потом порефлексировал на эту тему разобрался, что это оно и есть на всю жизнь. Какое-то понимание хотя бы о том, как это могло быть, хотя бы модель. Понятно, что мы реально не реконструируем, мы создаем модель, которая остается у ребят. Кстати, педагогический смысл еще был в том, что многие дети, у нас же учатся дети разных родителей и обеспеченных, не настолько обеспеченных, дети обеспеченных родителей поняли, что, например, руководство бизнесом это адский тяжелый труд. Девочка-пятиклассница Соли, которая руководила бизнесом три дня игры, сказала, я поняла, что это тяжело, опасно и все время надо думать очень много. То есть не просто там папа ходит на работу, зарабатывает деньги, но это нелегкий и опасный труд руководству бизнеса. Это тоже в общем некий воспитательный смысл. Ну, вот можно отдельно сказать про возраст, то есть средняя школа, подростки и старшие отлично играют в эти игры, но и маленькие дети тоже, когда уже костяк есть из средней школы, могут подключиться. Я вот могу светочить, плюс пример. Расскажешь по своему участию в игре? Кем ты была? продавцом газет и ручек. А как сложилась твоя судьба? Хорошо. Хорошо, в каком смысле? Ты разбогатела на этом? Ну да, разбогатела в конце. Да, и потом что? Открыла свою газету, нет? Нет. Нет? зарабатывала не успела. А ты воспользовалась богатством? Ну, сначала я продавала газеты, потом начала продавать лимонад. И мне за 15 рублей таких. стреляющих или тех? Игрышечных, которые нужны. Потом ты на них скупала папинки. А в революционных событиях ты поучаствовала? В бунтах, в восстаниях? Не помню. Ну, в каких-то перестрелках, перед врагом. А, я помню, что мы с одним мальчиком побежали в дом, который захватили. Нас, помню, заметил какой-то враг. Мы так бежали. То есть мы видим, что у детей маленького возраста не особо откладывается именно исторический контекст. Потому что они играют неконтекстуально. Они понимают простые схемы. Вот. Но сам активная вот эта жизнь, когда ты там целый день на воздухе и ты двигаешься, и что-то происходит. И ты находишься простой активность в смысле заработать денег или куда-то безопасно добраться или кому-то помочь. Это все очень понятно. И на этом тоже такая магия игры. Когда вы ведете урок, у вас обычно один процесс, в котором все должны участвовать. Кто-то отстает, а кто-то отличник. и для кого-то это все мимо. А игра это очень полифоничная среда, в которой каждый находит себе тот слой, тот уровень, эту глубину, на которую он способен. и кто-то играет в очень простые примитивные вещи, потому что это соответствует его зоне ближайшего развития, а кто-то действительно со всей душой отыгрывает убеждения, как наш большевик, например, или как кадет, который действительно для них это было внутреннее переживание, как Станиславский куму можно было бы сказать, что они играют с душой, можно верить. это кстати тот знаменитый экзамен в лицее, когда приехал и слушал Пушкина, и действительно Пушкин там прочитал стихотворение, то есть мы не это было в его заданиях, которые мы получили перед игрой, никто об этом не знал, и никто не знал, что перед Державин, то есть кто-то, кто читал учебники хорошо по литературе и там слушан урок мог предположить, вот, но так оно случилось, то есть Пушкин выполнил с урок прекрасно и выступил перед комиссией, да, ему было довольно суровое испытание, то есть перекрестные вопросы одного человека, присутствие всех, спрашивали из разных дисциплин, включая там закон божий, естественные науки, гуманитарные науки, он уже на все отвечает, первый раз в нашей школе в такой втором ситуации оказались, ну, не читали ЕГЭ, вот, я тут оставлю просто фотографии меняются те, которые есть, перемешку, там какие-то другие наши события есть, типа, мы играли еще, маленькое погружение в древнюю Египет, я так понимаю, что это, да, Египетская мистерия, еще хватает съесть, покажи, покажи хоббарз такую или трудно и ну, давайте я просто прокомментирую фотографии, да, это, собственно, урок в Смольном институте, вот там схема дома Романовых здесь, проходится по истории схемы дома Романовых и наши воспитанницы скульптурной это экзамен, это, это, Дельвик, Дельвик, Дельвик защищается комиссией, мы стоим какие-то вопросы, вот, да, это, 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 державность Печтальюна, вот, вот это, дворянка, да, сразу, это, это бал, это бал уже после лицейского выпуска, и родители там присутствуют, родители могут присутствовать и мы разучиваются по ходу игры танцы и в итоге они исполняются уже, вот, это наши лицейсты, они, что получают, ну, вот, слева Пушкин, дальше Пущин, да, Пушкин, да, вот, дальше я не знаю, кто-то, ну, я уже тоже не знаю, вот, я думаю, там Горчаков просто вот тут я вижу вот в очках или нет, или каштановый мальчик, вот тут вот в середине, ну, справа, скорее, да, это был не Горчаков, нет, не Горчаков, да, ну, я не помню, кто у нас был, Горчаков, Горчаков как-то был неактивно, неактивно, не все, не все, в корфт сыграл, но не того, да, да, это наши смоляночки на, на экзамене, у нас прекрасно, совершенно, сукарожистки, нет, ну, на самом деле, это такая расслабленная родственница мэра города, как-то все можно, там, то ли уродственница, то ли жена, это непонятно было, вот так, да, там это постоянно менялось, были улазные сухи, нет, игроки не знали, мастера знали, на самом деле, кто это тогда был, по-моему, это была сестра, никогда не была жена, но слухи, тем не менее, ходили разные, да, вообще эти кузины, может быть, как-то всегда, они были непростые, по маленькому городке, это что-то бывает, но здесь видно, что на самом деле, костюмы довольно простые, в том смысле, что главное, это какая-то общая деталь, которая всех объединяет, это вот, верха, это как раз дама, которая приехала с патриотическими чувствами, какими-то организовывать благотворительный бал, да, она была посланница царица, она была фрылья на дворах, да, она фрылья на дворах, чтобы дети вдохновились, в этом поучаствовали, или, например, организовать бал и провести его, как ведущих, чтобы дети сами не организуют бал, вот так хорошо, а потом исчезнуть, и чтобы дети продолжали игру, вот, а вот это, это наш инсульционный лагерь, он был, в детстве, это другой способ погружения в какой-то вымышленный мир, когда образовательный процесс встраивается еще больше, чем в лицее, в какую-то реальность, в том смысле, что 4 факультета Гарри Поттера, и ты, это экзаменационный лагерь школы на Хаске. Вполне естественно, что эта деятельность встраивается в сдачу экзаменов очень хорошо, потому что баллы, которые каждое утро у факультета у одного прибавляются, у другого убавляются, в зависимости, да, сдачи экзаменов, где я не это, конечно, было совершенно нешало, то есть, где мы еще... отличие от обычного экзаменационного какого-то лагеря, помимо того, что там были еще какие-то вечерние соревнования по заклинаниям и еще что-то такое, в том, что ты, получая баллы за свои экзамены, ты зарабатываешь не только себе, но и своему факультету. И наоборот, если кто-то, например, по поведению променился и так далее, отнимаются баллы на все факультеты. И в итоге у того, кто около Большевого выдавал все кубок. Вот это декан Гриффиндора с теннисной ракеткой. Гриффиндорцы любят настойный теннис. Все его любят. Вот это, мы уже говорили, почтальон, это, да, начало рейтинга в лицея, и это у нас дороги... Это конные жандармы. Дороги города Энн. Собственно, администрация была в городе очень классической, гоголевской, в том смысле, что она особо не переживала, жила как бы в удовольствии, дорога была вот в таком состоянии, а после приезда ревизора просто застрелилась. А это... Это соревнования по заклинанию. Да, как раз по большинству. Это дуэли в присутствии всех, молодые люди, они колдовали. Магические, гарри поттеровские эти дуэли, да. А как же выяснить, кто кого заколдовал? Правила, да? А что-таки правила даже? Там было прям все четко, подписано. Можно было перепутать заклинание и все. Вместо защиты ты наколдуешь что-то другое и ты не защитился уже. Ну да. А кто попал, а кто нет? Там же надо еще попасть. Ты делаешь четкие движения, во-первых, там есть стойки, там куча всего. Я вам не вспомнил. фехтование плюс хорошее знание в латыни. Что вы спасали? Ну да. Короче, вы заклинули. Это прописано и в книжке изначально. Кстати, да. Это конец игры. А это вот... Литературный салон. А, литературный салон. Вот еще одна из сабель. И тут они его охмурили, да, союз русского народа. Не совсем так. Союз русского народа, ну, они там, это все патриотические силы Гвардаян, так или иначе. Они просто, ну, на ту сторону, скажем. Играли на ту сторону, даже если они не принадлежали. Ну, мы разбирали здесь кадетов, кондармов и Аркчеева. А это дипломы, с Вензелем. Да, да, да. Укончалось можно. Покончил с Вензелем. Это самая лучшая смояна. Вот. Это наши пацаны. А это какие-то два одесских пацанов что-то такое там происходит. Вот я чувствую, что они. Они, на герее каждый находит свое место и там они всем что-то заняты. То есть мы совершенно не руководимый процесс. Мы, скорее, наблюдаем за него. Мы его коннектируем. Как-то. Это такое киношное замечательное снимок. Вы не снимаете прямо на прошлом вы на память? Есть там видео было какое-то. Есть видео, я могу включить, но мне не очень нравится. оно как-то не особо рассказывает. Это надо либо снимать... конец, когда все удалось. очень внимательно. посмотрим до... не было после этого. Но вот было прямо до того, как она закончилась. То есть буквально минимум за 30. Вот. А вот это, кстати, расскажи, у детюшки или все. Это отдельная игра, которую Игорь разработал со старшим классом. Но это не ролевая игра, это пример других вещей, которые мы делаем в образовании. Это игра по литературе направлена на запоминания и как-то соотнесения друг с другом авторов здесь литературы золотого бека, ну, российских в основном, исторических событий, связанных с, как-то с ними, жанров, литературных направлений. То есть вот вся эта вот вещь из литературной терминологии, у которых я все время спрашиваю, какой жанр классицизм или какое направление мне на театр-роман, все это встает на места, как бы классификация через такую игру карточную. И у нас есть целый ряд педагогов на ХАС, которые изобретают игры по разным предметам. Мы не в той хорошей упаковке и продаже, в этом смысле нам хотелось бы выставить их для внешних людей, чтобы другие педагоги могли им пользоваться. Ну, в частности, эту игру я бы мог довести до этого уровня вполне, потому что мы уже ее вкатали, обыграли, правила готовые, но надо как-то ее дальше продвигать, а я занят текущим процессом но вообще хотелось бы послать так и есть. Потому что это работает и игры в образовании дают много, потому что первые они мотивируют очень активно, гораздо более активно, чем фронтальная работа с учениками. В этом смысле образование не может состоять только из игр, но игры это очень мощный мотивирующий толчок. Ну, вот можно высказывание и вопрос. Во-первых, мне действительно это очень нравится в школе на Хавской, поэтому у меня там мальчик учится, один из. Вот это соединение, ну пусть на время, но все-таки соединение разных предметов в какой-то одной реальности, где они взаимодействуют. В отличие от обычной школы, когда там история это история и там какой-то один разговор, литература это литература и они не связаны никак, и у человека в голове не очень это вот состыкуется. вопрос у меня такой, ну чтобы вы немножко рассказали, как это происходит и как это возможно в школе соединять обычную вот эту учебу, которая все равно же, даже если это семейное образование, да, все равно надо сдавать, эти контрольные приходят, да, и надо сдавать эти экзамены и вся эта отчетность, вот как вот все это состыкуются с погружениями, играми, фокусами. В норме это состыкуется так, собираются педагоги на педсовет, например, в августе и планируя год, прописывают какой процент времени мы занимаемся аттестацией, ну и вот этим, собственно, вышиванием по конве стандартной программы, и что можем мы сразу объединить в межпредметные погружения и какие-то события, связанные с этими погружениями. Понятно, что действительность у нас подвижная, потому что не только у нас меняются планы, но и у тех, кто спускает нам контрольную работу, тоже планы все время меняются, поэтому каждый месяц собираемся на педсоветы и сверяем наши песни, но везде, где можно соединить что-то, мы стараемся это соединять, не только историю литературы. Вот, например, сейчас, в этот момент, у нас проходит большой проект, который представляет собой покорение Южного полюса, то есть путешествие в Антарктиду нескольких экспедиций, и этот проект естественно в основном он естественно научный, то есть потому что если мы вспомним, как все это происходило, то экспедиция Скотта собственно имела трагический итог, ко многому почему, что они сделали ставку на мотосане, а более успешная экспедиция Нансена, которая использовала собак, она благополучно достигла Южного полюса, и в общем-то они сохранили больше ресурсов и людей, и вот это связано с чем? Если все это анализировать и отыгрывать, это связано с знаниями по биологии, знаниями по географии, экономическими какими-то ресурсами, которые тоже можно обсчитать. Вот сейчас наши доблестные естественные научники все это делают с детьми, уже есть какие-то первые результаты, достигают Южного полюса. Но это требует большого количества времени. Вот этот Южный полюс это не ролевая все-таки. Это частично ролевая, частично карточная. Ну вот собственно ты как участник можешь рассказать. То есть что-то отыгрывается как словески, что-то отыгрывается карточно, а что-то просто обсчитывается на уроках истории, географии, геологии, которые встроены конечно в этот пакет. Набрал еще несколько фотографий, я думаю, что можно их нахуй показать и на этом проект выключить. И дальше уже есть вопросы какие-то еще. Вот это все еще наши глава горной сестрой, а это император, причем это был незнакомый никому человек, которого никто не знал и все очень ждали, приехал он там большим почетом. Там дальше английский шпион. Да, это местные жители и взрослые и родители детей активно встраивались в игру. Даже и без детей для нас было приятным таким неожиданным фактом, что взрослые жители этого с удовольствием играют. выиграем. Серьезно. главный англичный всех с удовольствием. Да, то есть жители. Английский шпион, он как-то дестабилизировал обстановку, он поддерживал эсеров, и вообще у него была задача как-то именно эсеров продвигать вперед. у него было задание не знаем какая-то спецслужба и почему там он тайно действовал. Печеньки такие он привез. Да, финансирование и какие-то там взрывные устройства помогал кому-то сажать. Еще что-то. Ты вообще вызвал разы. До самого конца пережил все политические перипетии. Никто его ни в чем не заподозрил. Как бы он как сукой из воды вышел. Что называется. Вот. Это тоже просто прекрасный портрет. Еще раз. Это Твоенка. Если я не ошибаюсь, там была некая богатая семья. Я знаю немало, но я помню, что у него все учители. Ага. Понятно. А еврейские семьи, кстати, были? И как они уживали союзом русского народа? Мне кажется, среди авангардных художников были еврейские происходения. У нас естественно в редакции журнала Сатирикон тоже. Расскажи про журнал. Вот это вот у нас была газета и было издательство, которая писала, создавала тексты, а также реальные исторические статьи написала, издавала. И расскажите, пожалуйста, про вашу журнал Сатирикон был в основном реализован в виде большой стеной газеты. Поскольку я отыгрывала Тэфи, Анатолий Александрович, соответственно, была одной из руководителей журнала Сатирикон. У меня были активные журналистки, которые собственно по взглядам были близки к суфражизму, мы писали репортажи, были засыланы на фабрики заботы, изучали настроение народа, и мы по возможности опубликовали острые какие-то истерические эпиграммы и проблемные статьи. Конечно, самую большую сложность было делать все это быстро и эффективно. Но насколько мы видели по мониторингу общественного мнения, наше издание влияло. Но мы все-таки его читали, не проходило бесследно. Потому что в ролевой игре надо же все еще делать быстро достаточно. Это было нелегко. У нас два года за один день надо успеть написать репортаж, вовремя опубликовать в базете и повлиять на умы. Это было нелегко. Не ходил с тем и рисовать 30 кадикатур. Садим выбить из кадетов деньги на издание журнала. Мы очень долго там говорим. Редакция жила бедно, но очень удобно. Но мне кажется, что гораздо более успешным проектом была сообщество авангардных художников и художников. Художественная мастерская выступила просто блистательно. Потому что картины, которые они нарисовали, выставка, которая была проведена, эти картины имели самостоятельную художественную ценность. и здесь они видели что-то. Они остались, это были прекрасные действительно произведения. Наша преподавательница изо в общем возглавила в мастерской, и по-моему, мастерская была блистательна. Была интересная жизнь. То есть, по-моему, они могли даже не замечать революцию, потому что у них была реальная очень интересная ничего не заметили. Ну, потому что художники все время рисовали. У них развивались направления на их в каком-то смысле мы и гуляли, и рисовали, достаточно много всего было. Все виды авангардизма были представлены. Да. Самое смешное, что были люди, которые учатся в художке. Влада Пустим Якова почему-то указала в волях художника. У нас было вообще в школе много рисующих детей. Поэтому у нас литература тесно спускается с изобразительными. То есть история искусства там точно была как-то присутствовала. Дети могут отличить лучизма. да, да, то есть перед тем, как мы ехали на игру, было прочитано несколько лекций по истории искусства. Сначала туристов, лучистов. Лекции проходят о всех, а потом, если ты заявлялся на игру художникам, то нужно было решить, какое направление это будет. Чтобы это решить, нужно узнать о этих направлениях, понять это и соотнести как-то с собой, с тем, что ты будешь рисовать и как. то же самое с литераторами, потому что у нас были люди, которые могли заискиваться на литератора, на художника, кем-то не заискивался, ты должен понять контекст, общее поле и свое направление. Там был плюс в том, что я люблю рисовать, но я не умею. Там был плюс в том, что если ты не умеешь, ты можешь выводить типа художника-футуниста и тебе не обязательно уметь рисовать. Получит. Ага, то есть, да, можно сообразить, где лучше всего пристроиться. за самую большую сумму. Да, 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 кстати, был же аукцион. Да, но по-моему, 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 ничего с этого не досталось. Но все равно... Но вольгам все наплодали за самую большую сумму. Хотя это, по-моему, такой... Такой... Ага, да. Да. То есть, художники прямо без мулика, конечно, да. А вот эти. Значенные, важные. Кажем. Да, сейчас я минуту наберу. Я просто ищу наши эти картины. А вот у нас тоже... А вот у нас тоже... Вон картины. Где? Вот. Ага, отлично. Пошли. А еще облик. Вот, собственно, надо вам быстро. Сейчас, сейчас. Месточку. Вот оно. Вот кусочек. Месточек. Месточек. Вот, допустим. Вот. У нас там, как он, при всей Духавской. Прекрасно. Работает. Артенок, да, вполне самостоятельно. Вы даже, наверное, стекло наделывали. С шумом, конечно. Да. Это было бы в Творянском доме. То есть, у нас, помимо Толяны, был вот такой дом, который принадлежит дворянам. Они действительно были комфортные ситуации, когда нужно было уйти в дом, выпить там чашечку чая, у них была служанка. И... Но им было скучнее всего, поэтому мы играли. очень больно. Который дом сгорел, да? Да. Ну, в итоге, конечно, он сгорел. Который дом сгорел, соиграл. Ну, как вы все могли в дом выйти? У нас там было, мы с ним скаймер. Да. Как вы отыграли пожар дома? А, опоса углом, короче, не ходят в мастера и такие, дом сгорел, выходите все. Это был... Нет. Кто остался, тот у меня. Мастерский произвол. Нет, нет, нет. Это было для тех, кто, как бы, ну, лениво потягивал кофе, пока за окном шла революция. И кто как бы не понимал, что происходит. В реальности, там, ну, уже с раннего утра, еще до завтрака в городе там сложилась революционная обстановка, большевики подошли к дому и подожгли его. И те, которые ничего не знали, вот для них это выглядело так. Здесь мастер просто сообщает, что дом подожгли, начинается пожар, кто сейчас не выходит, тот как бы умирает. там за всеми стояли действия игроков. А в революции кто умер, тот становится духом и он смеется в дне игре. В революции им пришлось отдать за перевозку, кто поделился. У нас кто-то был дворянный среди революционеров, который почувствовал справедливость выглянутых текстов. Все хотели бежать. Нет, а дворяне, наверное, дамы в основном, да? Да, там дамы тоже были. Дворяне было быть очень скучно, потому что ты просто сидишь, сидишь в кофеек, типа. Может быть, можно было бы со скуки как раз и поиграть в это? кто проводил бизнесом. Переменам взглядов. Да, да, да. Политическим взглядом. Тем более, что мы знаем, таковы и были. Конечно. Наши журналистки активные агитировали дворянок тоже бороться за права и за участие в выборах. Но они говорили, нам и так хорошо, нам не надо, мы хотим бороться за права. В городе Эн была очень такая аристократия, я бы сказал, консервативная, в принципе. Они как раз, они и жандармы, и глава города, они были очень правоориентированные, патриотичные и все поддерживали. А вот, кстати, купцы, которые поддерживали эволюцию, были? А вот были помогали. Да. У нас, да, у нас даже руководитель одной из фабрик и построил что-то типа, ну, по крайней мере, с его попустительства и с его одобрения стали рабочие там поднимать самосознание, самоорганизацию. И столовая тоже вот где-то ближе к концу игры перешла на самоуправление. То есть капиталистическая модель для столовой сменилась на какую-то другую. Да-да-да, в столовую у нас подросать никому не пришлось. Да, там был рабочий коллектив такой мощный. Очень было сложно одному какому-то буржуалу или предпринимателю удержать этот сложный вот механизм, потому что столовая кормила 70 человек три раза в день и там много трудовых процессов, всем надо давать зарплату, при том, что еще какие-то события происходят, там налоги какие-то, то есть работники столовой это сложная роль и поэтому иногда они меняются. Конечно, на пост никто не взялся за нее и она стала пост такой довольной. На этом вот, не знаю, стоит ли сказать, но вот на этом кадре мы пытались изобразить вот тот самый примерный момент, который я скажу на картине, когда Державин прислушивается. Ну, правда, это Пущин. Да, на случай, да, но у нас такая же картинка есть. С Пушкиным, ну, есть, я ее вешала. Да, вот. Попущин читает «Пластительного судья». Да, они купали читать «Державина» и Попушкина. А это вот Техия слева. А справа? А справа? Мне кажется, что это вот рекрутер. Да, да, да. Ехал на Первую мировую. Тот, кто набирал, по сути дела, отряд смертника. А потом нас набирал. Да, да, да. Женский батальон. Да, короче, под конец художники-стратили и пошли к женским батальонам везти джандаум. Ну, либо это вот во втором плане игры Василий Иванович в том же костюме, но отыграл уже человека, который приехал проводить выборы. Ну, то есть он из центра приехал чтобы следить за проектным выбором учреждениях на собрании. Вот. Это урок по танцам. Это Египет. Вот все уже. Да, все. Посмотрели. Можно, в принципе, проект развлечать и дальше и соседей. А вот еще вот можно смотреть. Ну, вот, собственно, это указатель. Какие объекты были. Да. То есть мы видим, здесь есть дворянское собрание, университет, редакция, художественная мастерская. Это все было в одном большом доме в разных его комнатах. Причем в университете совмещалась игра с подготовкой к ГИА для 9 класса. Они часть дня учились, продолжали готовиться к экзамену, потому что это май. И им за это была стипендия и это была их часть работы на игре. Это у нас глава жандармов и вот это как раз глава Союза Росскому Народу местного лидера. Он был очень харизматичный, поэтому, наверное, попробуем. И он организовал всю мелочию. Он рассказал все, как раз человеческий фактор в истории. Конечно, все решает человеческий фактор. А вот наш кадет тоже там. Может, он даже с революбером с двумя. А вот тот же кадет уже в редакции программу пишет. Да, партия кадетов взяла на себя финансирование собственно журнала. Они очень много по зрению в редакции использовали. вообще У нас кадет теперь собираются в институт международных отношений. Удивительно. Вот. На этом, наверное, можно проект показать. Скажите, пожалуйста, а когда вы придумываете игру, какие-то ключевые события или вброс? Да, вот как я понимаю. Это технические персонажи делают собственно. Объясни, пожалуйста, для тех, кто не знает, что это такое. Существует. неподробного, но такого ну вот какой-то цепь некоторых событий, которые дальше что-то делают. Ну там вот пресс Толстого или Гунина или выступление Маяковского. То есть это же как-то это планируется. И относительно этих узлов дальше уже происходит чем отличаются игроки от игротехников для тех, кто ничего не понимает в этом обесении. На таких образовательных играх и на играх для детей, где мы не хотим перенимать у детей инициативу, как это обычно бывает. Взрослые в основном выступают в роли игротехнических персонажей. То есть они с одной стороны играют, они в образе, у них есть своя биография и так далее. А с другой стороны они играют в первую очередь не просто чтобы самовыразить и достигнуть своих целей, а чтобы какую-то функцию важную обеспечить. То есть нам нужен был взрослый человек в издательстве и техника и сложный процесс и так далее. Нам нужен был взрослый человек в столовой. Не знаю, что управляли и дети, но все равно один человек на производстве. И эти люди выполняли важную функциональную задачу. Или нам нужно, чтобы прошли выборы в городе и отриезжает игротехнический персонаж, который следит за проведением выборов в очередной собрании. Ну или бывает, когда человек четко понимает, что он делает. Бывает, как Толстой, например, когда Толстой появился в городе, не было никакого представления, что он должен делать. Он никому не афишировал. Просто пришел старик с бородой и посохом, сел на скамеечку и стал сидеть. Люди стали постепенно видеть, что появился какой-то новый персонаж. минут через 20-30 кто-то понял, что это Толстой. Началось с ним какое-то движение. То есть вот так все спонтанно происходило, но, да, приезд Толстого был запланирован, что он вообще-то по пути, последний пути он куда-то может быть по пути может быть в Опкину пустую зашел. Куда-то по пути, да. Да. И в таких играх, где мы отыгрываем исторические события, общий сюжет создается историей. Мы из истории берем то, что нам кажется важным, акцентируем это, но это не сценарий для игроков, это сценарий игр технических персонажей и общего исторического фона, на котором действуют уже игроки. как к этому относятся Минобор? Он не в курсе. Это частная штука, которой как бы нет. почитать последние ВГОСы, где заявлен деятельностный подход, то по идее мы действуем именно в рамках ВГОС. Можно прописать все компетенции, сейчас это модно. А у вас получается что-то интересное. Да, прописать не проблема, то есть методически. Если бы в этом смысле у нас было только средства на методическую работу, было бы здорово нанять отдельного архивиста, который бы все это упаковал, потому что все ВГОСовские цели подробны, и метапредметные результаты, сейчас как раз есть тоже еще одно модное слово, все это очень хорошо ложится в то, что мы делаем. Так что мы пополняем вкусно вкусно.